Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской Империи. Ребята, записывайтесь на мои лекции про то, как проигрыш в русско-японской войне помог победить революции. Ну, или не помог. Разберемся как раз. И к списку городов присоединяется Тель-Авив, а в Тбилиси и Ереване встретимся уже через две недели. Расписание на Европу, думаю, опубликуем еще через неделю. Ссылки на покупку билетов в описании. Всех очень жду. Приходите. А еще, перед началом выпуска, я вынужден сделать дисклеймер, ребят. Кое в чем признаться, чтобы вы понимали, что мой дальнейший рассказ, возможно, будет не совсем объективным. Так сказать, очертить конфликт интересов. Дело в том, что между кошками и собаками я, безусловно, выбираю кошек. Ну, не стоит, конечно, объяснять, почему кошки во всем превосходят собак. Вы это и сами прекрасно знаете. Единственное, в чем мне стоит признаться, что чем старше я становлюсь, тем больше с некоторым даже недоумением обнаруживаю, что мне начинают нравиться. Некоторые собаки... Ну, вот, например, у редактора подкаста, у Катерины Серебренниковой, милейшая бассейн дефесия. И, конечно, не все собаки мне нравятся, но признаки, как бы, пугающие. Ну, перед тем, как начать рассказ, рубрика «Эврика», которую мы делаем вместе с партнером подкаста, с компанией Selectel, ведущим в России провайдером облаков и IT-инфраструктуры. Нам всем известна аббревиатура ТАСС, и расшифровывается она как «Телеграфное агентство Советского Союза». Звучит расшифровка странно, потому что ни Советского Союза давно уже нет, ни «Телеграф». Вряд ли используется для передачи новостей. Тем не менее, во второй половине XIX века телеграфные агентства начали занимать важную нишу среди сервисов доставки контента. Потому что есть один вид новостей, который критически важно узнать раньше всех остальных, и это котировки акций и разных товаров на биржах. Потому что, зная эту информацию, можно что-то вовремя купить или продать. И вот, когда появился «Телеграф», то во всем мире стали появляться особые медиа, телеграфные агентства. И почти все они изначально в первую очередь ориентировались на биржевых маклеров. И работало это так. Вы оплачивали годовую или месячную подписку, и к вам приходили все важные новости быстрее, чем к прочим. В 1902 году министр финансов Сергей Витте предложил организовать в России впервые собственное телеграфное агентство. Его назвали «Торгово-телеграфное». За первый год на его услуги подписалось около 300 предпринимателей. Причем можно было выбирать подписку на разнообразные направления, например, фондовые телеграммы, политические, хлебные, хлопковые. И да, все правильно, потому что телеграфные агентства, помимо котировок, начали передавать и политические новости. Потому что для бизнеса очень важно знать, что происходит в политике. И вот через некоторое время российское торгово-телеграфное агентство заключило договоры с телеграфными агентствами Reuters и Wolf, которые указали, что теперь будут помещать в своих бюллетенях все его сообщения. То есть это означает, что новости российского телеграфного агентства теперь будут автоматически появляться по всему миру, потому что Reuters и Wolf – это крупнейшее агентство на то время. А после революции торгово-телеграфное агентство, которое тогда уже называлось Петроградским телеграфным, было, естественно, национализировано и, в конце концов, получило название ТАСС. Сегодня, конечно, ни одно из информационных агентств, ни Reuters, ни ТАСС не использует телеграф, все новости передаются через интернет, но скорость доставки контента сейчас важнее, чем когда бы то ни было. Потому что мы все хотим смотреть онлайн-трансляции каких-нибудь событий в реальном времени и, желательно, даже в HD-качестве. И тут IT-инфраструктура имеет критически важные значения, и поэтому использовать для своих проектов сервисы Selectel кажется лучшим решением. Например, у Selectel есть сервис CDN – это по-русски сеть доставки контента. Это сеть кэширующих серверов, расположенных по всему миру, которые позволяют ускорить загрузку контента. Чем ближе сервер к конечному пользователю, тем выше скорость загрузки. С CDN сайт будет загружаться быстро и без задержек у пользователей из любой точки мира – от Владивостока до Сан-Франциско. Подробности об услугах Selectel вы можете найти на сайте компании, а еще заходите в телеграм-канал подкаста, потому что там мы тоже ведем рубрику «Эврика», где ко всем историям я выкладываю дополнительные материалы, фото и видео. А чтобы узнать больше об актуальных технологиях и новостях IT-индустрии, подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Все ссылки в описании к выпуску. Ну что же, начнем и зайдем сразу же с козырей, с императорской семьи. А точнее, с вопроса, почему Николай II не живодер. Я ощущаю некоторые ваши недоумения, в смысле, а что, разве кто-то говорит, что Николай II теперь живодер? И да, на самом деле, очень многие так считают, есть десятки сайтов, которые перепечатывают одну и ту же, на самом деле, информацию о том, что Николай II за свою жизнь убил сотни котиков. И все это фиксировалось официально. Это я, как бы так говорю, капслоком и ставлю еще несколько восклицательных знаков в конце. Откуда взялось настолько абсурдное умозаключение? Вот передо мной отчеты императорской охоты. Их вообще без труда можно найти в интернете, причем они очень красиво оформлены, я кину в соцсети. И вот если их почитать, то картина разворачивается прямо-таки ужасающе. Например, вот отчет за 1900 год. И там написано, что на императорской охоте убито лисиц 51, зубров 40, лосей 36, козлов 325 и так далее, и так далее, и так далее. А в конце бродячих собак 714, кошек 1010. Типа, что? Николай II самодержит всероссийский, убил тысячу кошек, и это за один только 1900 год? По три кошки в день? Типа, императору было кошку убить, как нам чашку чая выпить? Ну, не все так однозначно, друзья. Во-первых, императорская охота – это серьезное учреждение. И оно организует охоту не только для царя, а также для его родственников, для разнообразных гостей, в том числе заграничных. И также включали в эти отчеты зверей, убитых простыми егерями. Годовой отчет показывает сумму всех убитых животных. Ну, хорошо, давайте тогда еще заглянем в дневник императора. Он там периодически пишет такое. 8 мая 1905 года. В 11 часов приехали к обеду, не завтракали со всеми. Принял морской доклад. Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку. Ну, хорошо, да? Не три кошки в день. Но убивал же, да? И да, совершенно верно. Николай II убивал котиков. Дело в том, что он охотился на котов. Основные места царской охоты – это поля и леса рядом с царским селом и Беловежская пуща. И вот Петербургская губерния – это место довольно населенное, а вот пуща – это глушь. И там в большом количестве водились дикие лесные коты. Например, в официальных правилах об охоте от 1892 года коты относились к хищникам. Больше того, дикие кошки размножаются в геометрической прогрессии, уничтожают прочих зверей и птиц, а еще они легко мигрируют. И поэтому устав сельского хозяйства вообще разрешал круглогодичный отстрел кошек. А иногда даже губернское правление там или здесь могло объявлять массовые облавы. Например, Московское общество охоты в 1913 году давало 15 копеек за каждую убитую кошку по предъявлению четырех лап. Слышу возмущение ваше, но да, мы как-то не так сильно возмущаемся, если читаем, что на охоте убили, скажем, зайца. Ну вот кошка примерно в том же положении была. Это лесной зверь, хищник. Вообще, дикие лесные коты из российских лицов пропали в 30-х годах, потому что при Союзе в условиях дефицита их начали уничтожать просто в промышленных количествах. Делали из них шапки и варежки. Вот, например, в Беларуси последнего кота видели в 1927 году. Даже считалось, что они совсем исчезли, но при подготовке к этому выпуску мы тут обнаружили, что коты все-таки в Беларуси есть. Они просто очень хорошо прячутся. Их ученые недавно выманили на валерьянку. Я серьезно абсолютно рассказываю. Я, кстати, в своей жизни один раз видел дикого лесного кота. Это на Кавказе было. Я вам скажу, реально, это просто машина убийства. Очень страшное существо. Находиться рядом опасно. Короче говоря, Николай II и его современники не видели разницы в убийстве, скажем, лисы и кота. И тут имеются в виду дикие коты или бродячие коты. Потому что домашних кошек, естественно, никто не убивал. Это дело совсем другое. Собственно говоря, в семье Романовых кошек было множество. В воспоминаниях и письмах то и дело упоминается кот Васька, Зубровка. У Алексея был кот Котика. Да, причем известно, кстати, что кот спал с Алексеем на одной кровати. Ну и так далее. Сам Николай предпочитал собак. Не, ну он, конечно, много в жизни ошибался. Тут спорить не о чем. Вот у него в дневниках встречались две собаки. Коли, Ворон и Иман. И причем к обоим он был искренне привязан. Вот, например, 28 декабря 1895 года он пишет в дневнике. Дурак Иман провалился сквозь прорубь, но сам сейчас же вылез и стал похож на большую сосульку, так как шерсть немедленно замерзла. Было 12 градусов морозу с солнцем. Или вот еще через год он пишет. Гуляли вдвоем с новой собакой тоже Коли, впоследствии супруга Имана. Когда собаки эти умерли, он даже приходил к ним на могилы периодически и упоминал это тоже в дневниках. В общем, довольно мило. У Александра Федоровны, его жены, был Терьер Эра. И Терьер не любили, потому что она кусалась за щиколотки. У Анастасии был Чарльз Спаниель Джимми. У Татьяны был французский бульдог Артипа. А у Алексея, помимо кота-котики, был еще Спаниель Джой. И вот когда в 1917 году царскую семью перевели в Тобольск, то им разрешили из царского села взять с собой собак, то есть Джимми, Артипа и Джоя. А вот кошки остались. И несколько дней кошки голодали. Их в конце концов забрали бывшие придворные. А вот что касается собак, то, например, Ольга писала в 1918 году в письме. Джой, Артипа и Джим процветают. Двух первых приходится гонять со двора, где они наслаждаются в помойной яме и едят всякую пакость. И вот со Спаниелем Алексеем Джоем как раз была связана самая драматичная история. При расстреле в 1918 году красноармейцы убили не только всю семью, но и Спаниеля Джимми, потому что Анастасия взяла его с собой в подвал и держал на руках. Бульдога Артипа закололи штыками во дворе, потому что он громко выл. А вот Спаниель Джой спасся, потому что он молчал. И его забрал к себе член расстрельной команды Кузьма Летемин. Когда Екатеринбург взяли белые, то Летемина и Джоя опознали. И первого арестовали, а второго забрал к себе Павел Родзянко, племянник бывшего председателя Государственной думы. И дальше Джой вместе с Родзянко отступал до самого Владивостока, затем переплыл с ним два океана и оказался в Великобритании. Павел Родзянко был принят королем Георгом Пятым, и в числе прочего он рассказал о судьбе собаки цесаревича Алексея. И Джой остался у короля Великобритании. То есть единственный из членов императорской семьи, он был принят английскими родственниками после революции. Так, я же сходу начал разговор о домашних животных с расстрелов и охоты. Мы, простите, давайте переключимся на нормальный быт. Как там вообще в Российской империи было с домашними животными? Можно ли было дом завести собаку? Как крестьяне относились к кошкам? Ну и все такое. И начнем давайте с крестьян. И мы все знаем, конечно, что кошки и собаки – это непременные жители деревень России. Если посмотреть наши сказки, то там часто кот и собака в паре противопоставляются лесным зверям – волку, лисе и медведю. То есть кошка и собака защищают деревню от леса. То есть они защищают мир людей от мира неизвестного. И, кстати, крестьяне тоже делились на тех, кто больше любил кошек, и на тех, кто любил собак. Кошки и собаки – это как бы инь и янь. Вот, например, у Даля упомянута в словаре поговорка. Кошка да баба в избе, мужик да собака во дворе. Или вот вам еще кошачьи и собачьи дихотомии. У кошки шерсть погана, а рыло чисто. У собаки рыло погано, а шерсть чиста. Вообще, не знаю, кто-то, конечно, считает народные мудрости эти. Или вот еще. У кошки шерсть чиста, но душа грязна. У собаки шерсть грязна, но душа чиста. Ну, это, конечно, вообще явное суеверие. Вот в Беларуси, кстати говоря, и в Полесье, прежде чем положить младенца в колыбель, туда клали кошку, чтобы ребенок хорошо спал. И вообще, в белорусских колыбельных часто можно встретить кота-воркота. А в Полесье колыбельные песни даже называют котами. Спевать кота. В отличие от Западной Европы, славяне кошку уважали. И даже есть несколько крестьянских легенд, свяженных с кошками и с собаками. Например, вот. Бог как-то решил наказать людей за то, что они не уважают хлеб, и лишить их хлебного колоса. А колос, знаете, какой раньше был? Не в пример нынешнему. Он начинался как бы от самой земли. И вот именно кошка с собакой упросили Бога оставить колос хотя бы на конце стебля. Так вот мы и живем с тех пор. И за эту помощь кошке и собаке перечиталась первая лепешка из зерна нового урожая. И это тоже практиковали в Беларуси и в Украине. А еще, кстати, если вы не знали вдруг, именно кошка заткнула дыру в ковчеге Ноя. Без нее мы бы вообще все погибли. У разных славян есть много вариантов этой легенды. Иногда там в мышь вселяется сатана и грызет дыру в борту ковчега. И кошка съедает злодейскую эту мышь. А иногда со мной затыкает дыру платком и из этой тряпки потом Бог делает кошку. Короче, кошке в любом случае респект. С другой стороны, кошку любят домовой. И гладят ее по ночам. Ну, домового, в принципе, можно понять. Но вообще-то домовое – это нечисть у нас. Еще кошке нельзя давать перепрыгнуть через покойника, потому что покойник станет упырем. Такие дела, ребята, следите за этим. Кстати говоря, упырь и сам может принимать облик кошки со светящимися глазами. Также во время грозы, когда Илья Пророк как бы фигачит молниями с неба, черти пугаются и прячутся. Куда они прячутся? Естественно, в кошку. А Илья Пророк как бы пытается с неба в чертей попасть. И поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша изба или дом сгорел во время разборок высших и низших сил, то кошку надо выгнать из дома под дождь. Мотайте на ус. И вот еще я нашел одно, кажется, совсем супердревнее поверье, потому что оно сохранилось у очень многих славян. И у русских, у белорусов, у украинцев, у поляков, у чехов. И поверье такое. У черной кошки или кота есть кость, которая может сделать человека невидимым. И в разных народах процедура обретения невидимости отличалась. Поляки считали, что для этого надо заживо сварить черного кота, которому 7 лет, 7 месяцев и 7 дней. На русском севере, что это надо делать? В полночь в бане. На Смоленщине считалось, что надо обязательно выбрать для этого день на Ивана Купала. Чехи, например, конкретизировали кость. Это именно челюсть. А варить кота надо в сочельник. Кстати говоря, эта кость еще помогала чехам, по крайней мере, находить клады. Извините. Довольно жестковато. Ну, вообще, дореволюционная деревня – место не для слабонервных. Там постоянно жесть какая-то творилась. Дети мучили домашних животных, кошек в том числе и собак. Кстати, еще вспомнил. В Украине считалось, что в кошке все-таки сидит дьявол, но только в самом кончике хвоста. И поэтому кончик требуется отрубить. Иногда считалось, что кончик хвоста ядовит. И поэтому человек может отравиться, если кошка попьет из его посуды. Иногда считалось, что в хвосте сидит гадюка, который сосет из самого кота все соки. Он худеет от этого бедняга. И рецепт, конечно, во всех этих случаях был один и тот же. Кончик хвоста у кошки надо отрубить. Еще, как известно, яды могут иногда использоваться как лекарство, если это маленькая доза. Поэтому, например, в Новгородской губернии для лечения насморка подпаливали кончик кошачьего хвоста и нюхали галь. Или даже просто щекотали хвостом себе нос, приговаривая, «Кошка, кошка, возьми мою насмоку». И, между прочим, отрубленный кончик хвоста тоже мог пригодиться, потому что в Беларуси его закапывали под порогом избы. И таким образом считалось, что кошка с тех пор будет привязана к дому. А еще, кстати, о пороге. Перед въездом в новый дом туда надо сначала пустить кошку, а потом уже заходить самому. И, кстати, это я уже и сам встречал. Вообще, ребята, кошка — это хранитель дома. Так-то. Вот вам поговорка из-под Бреста. Вообще, если вы ожидали каких-то откровений, то их в этом выпуске не будет, потому что кошки и собаки для людей того времени были такой же обыденностью, как для нас сегодня. Ну, может быть, не на 100%, потому что из-за некоторого консерватизма у городских жителей собаки все-таки реже, чем сейчас жили в квартирах. Потому что собака должна жить на улице, в будке. В деревне, например, в дом собаку никто не пускал. Она сидела на цепи или на веревке. И вот если мы говорим о городских жителях, и они были зажиточными, например, могли позволить себе частный дом. Или если мы говорим о каком-нибудь маленьком городке, который весь из частного сектора состоял, то собак там, конечно, заводили, и они жили на улице, в будке. А вот породы, с которыми было удобно жить в доме, то есть в квартире, были дорогими. И их скорее покупали люди богатые. Ну, там, дворяне, например, какие-нибудь. Ну, то есть такие, в семьях которых была традиция держать дома мопсов, скажем. Купцы, например, дома собак не держали. Ну, потому что купцы вообще были ближе к крестьянским традициям. Крестьяне собаку в дом не пускали. И, может, вообще-то это и правильно. В смысле, если у тебя небольшая квартира, не держать в ней крупную собаку. Вот я вам нашел несколько разных воспоминаний из дневников того времени. Например, гимназистка Анна Аллендорф пишет. Ей 13 лет тогда. После уроков мы с Наташей решили дождаться О.П., чтобы идти с ним вместе. В ожидании его Наташа схватила на дворе какую-то кошку и начала с ней играть. Вдруг идет А.Л.Р. и говорит. Что за чумазая кошка? Мы расхохотались. Ваш портрет, тихо сказала Наташа, но он все-таки мог услышать. Потом мы шли с О.П. вплоть до семинарий, но зато потом, конечно, страшно раскаивались. Какого теперь он о нас мнения, интересно? Ну, конечно. Сначала вы не можете удержаться, чтобы не поиздеваться, а потом раскаиваетесь. А сердечко-то, может, разбито уже. Но я вообще не про это хотел рассказать. Видите, да, там девочки встретили уличную кошку и играют с ней. Типа ничего необычного. Еще та же Анна как-то пишет, что она с подружкой ходила кормить уличных кошек. Их 14, и все они сидят на крылечке и ждут подачки. А вот еще я нашел классный из дневников. Зацените. Это пишет 16-летняя девушка Мария Вишневская. Перечла свои записки о бодрости, о счастье, о молодости. И стало странно. Показалось, что это писала не я, а какая-то другая веселая и радостная девушка. Я люблю сейчас только свою кошку, потому что знаю, она всегда остается со мной. Я могу ее мучить, ласкать ее пушистую шерсть, слушать ее тихое мурчание. Это мой единственный друг. Ляля. Ляля – это подруга Марии из дневников. Ляля хорошо, очень хорошо, как никто действует на меня, но она уже чужая. От того, что она самоуверенная, талантливая. От того, что она пользуется успехом. От того, что она многим интересуется. И ей также многие интересуются. А я усталая, грустная и странно спокойная. Для себя неинтересная и чужая людям. В общем, кошки и собаки то и дело встречаются в дневниках и письмах. Вот там поэта Валерия Брюсова. Пытаются затащить работать в журнал «Новый путь», а в редакции живет кошка по имени Мапассан. Традиция, да, заводить офисных кошек и давать им какие-нибудь пафосные имена, как видите, тянется с давних времен. А вот, например, Александр Бенуа. В конце апреля 1917 года беспокоится не о речах Ленина, а о том, что у него убежала, цитирую, «восхитительная ангорская кошка». Кошку все в порядке нашли на следующий день в дровяном срае. Вот ко льву Толстому приезжает его дочь Татьяна со своим черным пуделем, и пудель любит лежать на диване писателя, на том самом диване, вы понимаете, о чем я, на котором родился Лев Николаевич, между прочим. Так вот, да, Лев Николаевич гуляет с этим пуделем, а вот, например, в другой раз уже Софья Андреевна, жена писателя, жалуется на то, что пудель еще одной дочки, Саши, громко лает, и оттого у нее болит голова. Или вот, например, гости графа рассказывают истории из жизни, которые подтверждают мудрость и прозорливость хозяина. Вот, например, Картушин рассказал, как Цутковой, желая освободиться от своей кошки, поднес ее в корзинке за три версты. По дороге она изгадила корзинку. Он ее пустил в деревню и сердито вернулся домой. В это время и кошка успела вернуться. После этого он говорил, что лишний раз убедился в том, что злом нельзя бороться против зла. Нет, вы посмотрите на него. У него кошка зло, оказывается, да? Вот еще, например, драматург Иван Щеглов, выпив на брудершафт с переводчиком Федором Фидлером, тем не менее не может перейти на ты и мотивирует это так. Даже к своей кошке я обращаюсь на вы. Вот это, я понимаю, респект за такое Ивану Щеглову. И дальше тот же Фидлер вскользь упоминает дочку поэтессы Евдокии Ногородской, у которой три собаки и четыре кошки, но нет детей. Как будто это что-то плохое. А еще он же пересказывает историю о поэте Владимире Шуфе. Дескать, когда он родился, то у его матери было столько молока, что им поили домашнего пуделя. И таким образом поэт Владимир Шуф имел молочным братом своего же пуделя. Кое-кто и стихи писал про котов. Вот, например, Ходосевич посвятил своему стих, когда тот умер. Ну, наверное, было ему тяжело. В забавах был так мудр и в мудрости забавен, друг утешительный и вдохновитель мой. Теперь он в тех садах, за огненной рекой, где с воробьем котул и с ласточкой державен. Очень мило. Ну, короче, кошки и собаки постоянно есть на страницах писем и дневников, и при этом никаких таких особенных исследований о месте домашних животных в повседневном мире того времени как бы нет. Ну, потому что, видимо, это настолько же обыденно, как есть суп или ехать на трамвае. Ну, то есть даже про супы и трамваи есть исследования, а вот про кошек и собак что-то не особо. И вот я еще вам нашел историю, которая показывает, что в то время не просто кошки и собаки были нормой, а еще и то, что нормой были ветеринары. Это история от писателя Михаила Пришвина, и, возможно, даже вы сами попадали в такую ситуацию. Короче, у них ночью упала с четвертого этажа кошка, все бросились ее искать и нашли раненой, и звонили по телефону всем возможным ветеринарам, но никто не хотел ехать ночью. Больше того, все советовали обратиться к одному специалисту, который лечит исключительно кошек и выезжает к ним даже ночью. Наконец, далеко уже за полночь, дозвонились до него, и он выехал. И вот Пришвин пишет в дневнике. Итак, мы заинтересовались все им, какой он должен быть, этот человек, посвятивший себя лечению петербургских кошек, что и не думали расходиться по комнатам, окружив раненую кошку, поглаживая ее, успокаивая хозяйку, в туфлях, без воротничков, стояли и дожидались. Все мы думали, что знаменитость – счастливый шарлатан. Хозяйка спорила, друг кошек не может быть таким человеком, и слова ее оправдались. Вошел господин очень серьезный, вдумчивый и такой в то же время полный достоинства, что всех нас расположил к себе необычайно. Когда была окончена перевязка, мы спросили его, что заставило его лечить исключительно маленьких пациентов. Так он называл кошек. «Я лечу не кошек», ответил ветеринар. «Я лечу людей». Петербург – это город одиноких, неудовлетворенных людей. На почве неудовлетворенности возникает особенная, загадочная, болезненная страсть к животному. Часто бывали случаи, когда вылечить животное значит спасти человека. «Я лечу и кошку, и человека». Иногда из 21 века кажется, что Россия до революции это какое-то такое далекое время, где все было устроено по-особенному и не так, как сейчас. Но на самом деле это время гораздо ближе к нам, чем, скажем, к Пушкину. Потому что общество было устроено похоже. Технологии, бизнес, развлечения. Вот, например, да? Упала кошка, вызвали ветеринара по телефону, он приехал ночью. То есть есть специальный ветеринар для кошки, есть телефон. И это могло произойти и в 1913, и в 1963, и в 2023 могло произойти. Реально, если вы ждали каких-то откровений, то их, кажется, не будет в этом выпуске. Вот, например, в случае пропажи кошки или собаки можно было обратиться в сыскную полицию. В крупных городах в штате были люди, которые прямо специализировались на поиске животных. Например, герой нескольких моих детективных выпусков, Аркадий Францевич Кашко, который начальник московской сыскной полиции, описывал в воспоминаниях случаи, когда к нему в неурочное время ворвалась дама, прям в истерике, и требовала найти ее котика. «Чудный, дивный, несравненный сибирский кот с этакими зелеными глазищами и огромными пушистыми усами. Я не ем, не сплю и лишилась покоя. Да знаете ли вы, что Альфреда моего я любила больше мужа, больше жизни?» И вот в штате московской сыскной полиции был так называемый «летучий отряд», в котором были агенты, специализирующиеся на поиске лошадей, коров, собак и котов, потому что всех их воровали, методы воровства и места сбыта отличались, и стало быть, для каждого животного нужны отдельные специалисты, и вот этого самого несравненного сибирского кота нашли на следующий день. Я тут, кстати, подумал, что, наверное, наше время и то время все-таки отличаются, потому что, во-первых, вряд ли сегодня простому смертному можно попасть на прием к начальнику следственного комитета по городу Москве, а, во-вторых, даже если и прийти к таким запросам не к нему, а просто в отделении полиции, мне кажется, вряд ли кто-то почешется, не знаю. Да, и, кстати, вот еще кое в чем тоже было отличие, потому что во многих городах был сбор на собак. Это специальный налог, его взимала городская управа. Если вы приезжали в город погостить, как бы не жили там, то сбор тут платить не надо было, но если вы жили там больше, чем месяц, то надо было уже платить. От сбора освобождались сотрудники посольств, служебные собаки, а также императорская семья. Почему-то, не знаю, кажется, у них средств достаточно должно быть. При оплате сбора выдавался специальный жетон, жетон тут прикрепляли к ошейнику, и собаки без жетона считались бродячими. И участь бродячих собак могла быть печальной, потому что, ну, например, при обнаружении эпидемий городское управо вполне могло санкционировать от стрел животных или отлов их. Вот, например, газета «Русское слово» 18 марта 1911 года пишет «Одесса. Сегодня за городом обнаружено новое подозрительное по чуме заболевание. Сегодня же началось истребление кошек. В течение дня уничтожено 35 кошек, крыс свыше 300. Те и другие отправлены для бактериологического исследования». Помимо болезней были еще другие проблемы. Уличные собаки могли нападать на людей, причем в самом центре, даже на Красной площади в Москве случались нападения. Газеты там то и дело писали о нападениях собак на горожан, то пёс покусает городового, то вскочит в саник-изводщику и вцепится в шубу пассажиру, то забежут в булочную там и укусят посетительницу. И, кстати, вот еще об отличиях от сегодняшнего времени. Тогда в качестве домашних животных были очень популярны птицы. И в первую очередь певчие и голуби. А во вторую очередь, ну, в третьей уже попугаи. И я про это как-то рассказывал отдельно. Был выпуск про дореволюционные рынки Москвы, шестой сезон, двенадцатый выпуск. И птицы — это прям целый особенный мир. Я сильно останавливаться не буду, потому что уже рассказывал. Но реально, птицы были так популярны, что даже были специальные трактиры, где по определенным дням собирались любители птиц. И для самых фанатов даже публиковались объявления. Вот такое, например. Это из газеты. Семь извещаются господа охотники. Охотники тут не те, кто охотятся, а те, у кого есть охота. Что вывешен соловей старой по кличке, которая лет семь тому назад существовала. Можно слушать оного, молодых и старых под ним птиц учить во всякое время на Большой Тверской улице в доме купца Варгина в трактирном заведении. И экзотических животных тоже заводили. Например, обезьянок или даже удавов. В Москве был известный фрик, его называли змеиный директор. Он носил под одеждой змею и периодически пугал ей прохожих. Ну, кстати, помните, я еще про Чехов рассказывал. Он завел себе ручного мангуста. Надеюсь, вы помните, как звали этого мангуста. Спойлеров не будет. Черепахи, рыбки. Короче, заводили всех. И это в подкасте прям регулярно встречается, потому что киномагнат Александр Бранков имел обезьянок, а издатель журнала «Столица и усадьба» Владимир Крымов разводил рыбок. И, конечно, если тогда были ветеринары и специалисты по поиску кошек, то были и люди, которые занимались дрессировкой собак. Кошек, в принципе, тоже дрессировали, но, как бы, во-первых, кошку не особо подрессируешь, а, во-вторых, это обычно для цирка предназначалось. Ну да, и это была именно дрессировка, и методы на сегодняшний день были не самыми гуманными. Самой известной книгой был труд Генри Хоберлендера, назывался он «Дрессировка и натаска подружейных собак». И причем этот труд и сейчас переиздается. И вот, какие там транслируются взгляды. Дрессировка именно и направлена к тому, чтобы воспитать собаку в убеждении, что у ее господина имеется в распоряжении целый ряд средств принудить ее к абсолютному повиновению. Нужно, чтобы в ней окрепло убеждение, как бесполезна всякая попытка уклониться от исполнения воли своего хозяина. Всякое противоречие воле хозяина бесполезно и тотчас же ведет за собой наказание. Методы, конечно, соответствуют целям. Причем Аберлендер в этом труде не одобряет тех, кто за каждую ошибку бьет собаку плеткой или стреляет в нее дробью. И, кстати, это довольно распространенное наказание для охотничьих собак тогда. Вот цитата, еще одна. Дружелюбным обращением можно достигнуть гораздо большего, чем наказанием и криками. А дальше он пишет, что если дружелюбное обращение не помогло, то плеткой бить не обязательно. Можно просто палкой ее избить. Короче, жестковато. А еще нельзя не упомянуть знаменитую энциклопедию «Жизнь животных» Альфреда Брэма. К началу века это прям такой золотой стандарт энциклопедии про животных. Он переиздается на всех главных языках. Это прекрасно иллюстрированная всегда книга. И причем там первое издание было напечатано в 60-е годы 19 века. К 20 веку это уже первое издание морально устарело и переиздавали значительно переработанные такие энциклопедии. Они назывались уже просто «Жизнь животных» по Брэму. Давайте откроем эту книгу. Почти со всеми хищными человек находится в открытой борьбе. Лишь очень немногих он мог сделать себе полезными посредством приручения. Изучению животных нашего отряда особенно важно, чтобы суметь отличить несомненных врагов человека от его истинных друзей. Закроем книгу. Нет, ладно, откроем еще. Давайте посмотрим, что там пишут про домашних животных. И вот собаки с точки зрения Брэма это однозначно полезные существа. Тут как бы доказывать ничего не надо. Кстати, Брэм вместе с тем называет собаку не только другом человека, но и, цитирую, покорным рабом. Это как бы положительная характеристика. А вот кошек Брэм старается как бы это сказать оправдать. Ну, он пишет что-то типа ну, кошка, конечно, столько пользы, сколько собака не приносит, но вот, в принципе, посмотрите, какая она классная, грациозная, чистоплотная, заботливая, котятам. Ну, в общем, давайте не будем обращать внимание на ее бесполезность, все типа заслуживают любви. Что касается духовных качеств, то кошки в этом отношении стоят ниже собак, хотя не в такой степени, как обыкновенно думают. Ну, спасибо, Брэм, Не следует забывать, что при оценке духовных сил обоих семейств почти всегда имеют в виду двух главных представителей домашнюю собаку в течение тысячелетий целесообразно воспитываемую и оставленную в пренебрежении и подвергаемую обыкновенно дурному обращению домашнюю кошку. Ладно, чувак, я все понял, закрываем книгу Брэма. Нет, ну, ладно, правда, Брэм сделал великое дело, потому что чуть ли не в каждой интеллигентной семье была эта энциклопедия, дети ее обожали, и она очень много сделала для популяризации мира животных, по тем временам была очень прогрессивной, просто сегодня классифицировать животных по степени их духовности и полезности для человека, это, не знаю, как-то немного устарело, но кое-что не устарело и сегодня. В 1865 году в России возникло общество покровительства животным в 65 году 19 века. В основном это общество стремилось к уменьшению жестокостей над животными, там улучшали условия их содержания, перевозки в поездах, это в первую очередь касалось, конечно, всяких коров и лошадей, учреждали ветеринарные больницы, по инициативе общества в установлении о наказаниях уголовных и исправительных была внесена особенная статья за жестокое обращение с животными, и это первая такая статья в истории России. И удивительным совершенно образом именно на отделении этого общества была возложена роль отлова и убийства бродячих животных в разных городах. еще отделения этого общества добивались в разных городах разных результатов. Например, в Тамбове местное отделение добилось отмены кнутов у извозчиков и инспектировало животных городской конно-железной дороги. Это конка, такой прото-трамвай, когда вагон едет по рельсам, но тянут его лошади. В Курске местное общество издавало брошюры с советами крестьянам по уходу за лошадьми и с призывами к гуманному обращению к животным вообще. В Смоленске, вот, например, местное отделение отмечало, что необходимо проводить работу с детьми, потому что дети как бы разоряют гнезда птиц, мучают до смерти кошек и собак, да, совершенно верно, так все и было, и при этом не встречают от взрослых никакого попрека, типа давайте это менять. И для этих целей они организовывали кружок для детей и проводили специальные занятия в гимназиях А вот в Москве общество протестовало против жестоких зрелищ. Например, в 1912 году под давлением общества московские власти запретили проведение в городе кариды, ну то есть реальной кариды, да, в Москве хотели устроить шоу и организаторы этого шоу даже хотели поделиться с обществом по защите животных процентом со входа типа на благие цели, но ничего не вышло. Еще во многих городах общество вот эти организовывали так называемых участковых попечителей и тогда город делили на участки, на каждом участке такой попечитель следил за извозчиками, за оконкой, за птичьими рынками, за рынками скота, за погрузкой скота на железной дороге и так далее. И это все были волонтеры. И общество вот эти тесно взаимодействовали с властями и с полицией. И со стороны властей эти общества обычно встречали поддержку. Почему? Потому что у общества была высочайшая покровительница. Это императрица Александра Федоровна. Да, как я сказал, все члены общества были волонтерами, больше того, они даже платили членские взносы и за это имели право участвовать в собраниях и избираться на разные должности внутри общества. И еще там многих принимали без членских взносов, но если это были люди типа ветеринары или просто которые работали с животными, спортсмены, например, или коннозаводчики. Наступила революция. Художник Владимир Домогацкий описывает в мемуарах 1918 год в Москве. В 1918 году у маминых друзей Эвертов сохранился как-то довольно приличный выезд и они взяли меня однажды с собой покататься в Петровский парк. Выезд это просто собственные лошади и коляска. Гуляющих было мало, но все-таки они еще были. Одно время в ряду с нами ехала коляска куда элегантнее нашей. Добротнейший кучер сидел на козлах, а в самой коляске на сиденье как сфинкс находился ее единственный пассажир белый с рыжими пятнами английский бульдог. Он сидел раскорякой, изредка мигая умнейшими глазами, уверенно выставив вперед свой керпатый нос. В агонии отходил мир, в котором было естественно прогулять в коляске под вечер бульдога. Пройдет еще два года, и английский бульдог станет достоянием учебников не меньше, чем мама. А вот пишет медсестра Елена Лакьер в дневнике в Одессе в том же самом 1918 году. В субботу к нам зашла жена ювелиропе, у которых мы снимаем полквартиры, и сказала, что арестовывают буржуев, которые не уплатили всего того, что с них требовали большевики. Ее муж недоплатил им 30 тысяч, поэтому они решили на время скрыться у своих родственников. Таким образом, мы остались одни в буржуйской квартире с двумя прислугами. В тот же день Эл и Ануся уговорили нас переселиться к ним на несколько дней, так как мало ли что может случиться. Вдруг ночью придут за П и застанут только трех беззащитных женщин. Словом, захватив самое драгоценное в мешки, пакет сахара и кошку в корзинке, мы перебрались к Эл и кое-как устроились в их маленькой тесной квартирке. Когда люди уходят из дома, они берут с собой самое важное драгоценности и к корзинке. Рубрика «Чтобы послушать». Я тут наткнулся на небезынтересный подкаст, он называется «Судьбы». Его автор Олег Яшков собирает воспоминания людей о Советском Союзе, по крайней мере первый сезон такой, где очевидцы рассказывают о своей жизни в 60-е, 70-е, 80-е годы, и там довольно интересно всякие закрытые городки, спецраспределения, хиппи, есть уличные музыканты, автостоп и вообще реальность глазами людей, которые в ней жили. Нельзя совершенно сказать, что этот подкаст объективный, и, собственно говоря, в подкасте это и говорится, но в целом интересно послушать, что люди вообще вспоминают о том времени. Подкаст «Судьбы» послушайте, довольно прикольно. Ссылка будет в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закатный империй» и студия «Либо-либо». И этот выпуск мне помогали готовить Катерина Серебренникова, редактор, Ксюша Обросимова, фактчек, Семен Аксенов, работа со звуком, Гульнара Делекторская, взаимодействие с партнерами. Приходите на мои лекции, записывайтесь на них. До встречи через неделю.